Добрый день, дорогие друзья! С вами канал Одна Австралия. Я Александр Петров. И вы знаете или, надеюсь, вы скоро узнаете, что я, Александр Петров, как образовательный агент и как человек, всегда готов помочь твоим студентам. Всегда и при всех обстоятельствах. И даже если вы решили вернуться домой, даже если вы решили, то не стоит продолжать эту энтерпризу. Ну, стоит, наверное, как там говорят, где родился, а там и пригодился. Но я хотел бы не просто помочь вам. Здесь помощь, в общем-то, какая-то сомнительная получается. Но я хотел бы предупредить вас, дорогие друзья. Вы не нашли себя, потому что вы в действительности не собирались учить английский язык. Я не знаю людей, которые бы, зная хорошо английский язык, не нашли бы себя в Австралии. Это невозможно. Дело в том, что большинство австралийцев не являются хорошими профессионалами, специалистами своего дела, потому что Австралия – это не та страна, которая надрывается до синей жилки на лбу, пытаясь опередить всех других и выдержать жестокую мировую конкуренцию. Здесь все на расслабоне. Если вы обладаете хорошим английским языком, если вы пытаетесь проявить себя на поприще вашем профессиональном, я был бы удивлен и, скажем так, я не поверю, что вы не можете себя найти в Австралии. Здесь что-то другое. Как результат того, что вы не обладаете английским языком, вы не нужны работодателям, которые не говорят по-русски. Вы вынуждены работать с этими работодателями. Я глубоко уважаю наших ребят, которые многие из вас, бывшие вы, такие же студенты, ставшие работодателями, обеспечивающими вас работы, дорогие друзья, эти люди – очень хорошая ваша стартовая возможность. Но это не значит, что вы должны оставаться в этом месте постоянно. Вы должны расти, у вас должен подняться английский язык. И, в конце концов, освободите это место для новичков. Вы вполне можете работать уже у австралийских работодателей, но эти люди, вновь приезжающие, это себе позволить не могут. Но если вы всегда остаетесь у русскоязычных работодателей, вы стоите на месте, вы не двигаетесь. Есть исключения, но они только подтверждают правила. Таким образом, недостаток английского языка ведет вас к тому, что вы застрянете у русских работодателей. Вы не самые лучшие профессиональные специалисты, то есть профессионалы в своем деле. Потому что, дорогие друзья, мой опыт говорит, если вы в действительности выдающийся, трудолюбивый профессионал, кстати, в этом случае вы достаточно быстро подумаете английский язык, но если вы отличный айтишник, отличный рабочий, в действительности плиточники, плотники, сборщик мебели, многое что другое, если вы профессионал своего дела, вам порастят и английский язык. Но вы не профессионалы своего дела, и, пожалуйста, не лгите прежде всего сами себе. Нам врать бесполезно. Мы можем посмотреть на это все и пожать плечами и сказать, ну ладно, ваши проблемы. Но если вы ужжете самим себе, то у вас нету пространства, куда расти. И тогда вы будете уезжать, но это ваша проблема, это ваша беда, это беда, и не более, и не менее. Это беда. Постарайтесь не лениться, становиться профессионалом, в школе вы хоть какие-то имеете задатки к этому. Учите английский и уходите во внешний мир. Там классно, там хорошо. Австралия это счастливая страна, Lucky Country ее называют. Старайтесь не тратить время и деньги на ненужные поездки по Австралии за ее пределы. Я очень много людей знаю, которые потратили уйму денег, осмотрели всю страну и, собственно говоря, до сих пор имеют проблемы с оставанием в Австралии. Добейтесь конечной цели, не конечной цели. Это промежуточный, но очень важный этап. Добейтесь постоянного вида на жительство, постоянной визы. После этого вы можете расслабляться, осмотреть всю Австралию от верха до низа, от Перта до Сиднея. Дай Бог вам времени и денег на эту интерпризу, но, дорогие друзья, не сейчас. Уехав из Австралии, вы будете жалеть. Практически все жалеют, уехав из Австралии. И всегда находится уважительная причина. То одна, то другая. Не буду распространяться, потому что это может быть не политкорректно и кого-то может задеть. Но, дорогие друзья, вы все будете жалеть, если отсюда уехали. Все без исключений. Потому что, если вы попробовали Австралию, она уже останется в вас навсегда. Она очень доразная в этом положительном смысле слова. Вы будете жалеть, но второго шанса, скорее всего, у вас не будет. Так уж получается, что вы стареете, ваш английский язык падает, вы в действительности расколаживаетесь. Вы уже сами себе боитесь сказать, что я совершал ошибку. Но если вы не совершили ошибку, значит, с одной стороны, вы хотите уехать, а с другой стороны, вы не хотите вернуться. Потому что это будет подтверждением того, что вы сделали ошибку. Некоторые все-таки ломают себя. Но, как говорил поэт, ну что единицы до целого края. Вы понимаете, куда вы возвращаетесь? Вы не можете возвращаться на родину, из которой уехали. Родина изменилась, дорогие друзья. Вы помните, наверное, что было до 19-го года, когда было, в общем-то, получше на ваших родинах, где говорят по-русски. Или, по крайней мере, на самом деле, говорят по-русски. Вот этих родин больше нет. То, куда вы вернетесь, это хуже, чем было до этого. Кстати, Австралия тоже изменилась в худшую сторону. Но не так значительно. Если она раньше опережала на милю, то теперь она опережает на 3 мили остальные страны. Ну, с точки зрения бегуна, я не знаю, на автомобиле, на каких-то ралли. И поэтому всегда думаете, вы отдаёте отчёт, куда вы едете? Вы хоть понимаете, куда вы едете на самом деле? Вы, мне кажется, очень многие просто не желаете, как страус, засунувший голову в песок, не желаете видеть, что происходит в тех странах, из которых вы уехали. И более того, вы даже не понимаете, что там, в принципе, может и, скорее всего, будет происходить. Не нашедшие себя в Австралии не найдут себя и на родине. Ну, например, в России. Здесь конкуренция повыше будет, чем где-нибудь в Австралии или Новой Зеландии. Конкуренция в России жёсткая. Ну, и только в России, и в Белоруссии, и в Казахстане, и в Молдове, и в Украине очень высокая конкуренция. За каждую работу, за каждый бизнес идёт борьба не на жизнь, а на смерть. Вы реально считаете, что у себя дома там, у себя дома вы в действительности можете достичь того, что не достигнете. В Австралии вы мечтатель, вы наивный человек. Ваша наивность будет наказана, будет наказана в вашей оставшейся жизни. Поэтому, когда вы, дорогие друзья, особенно я обращаюсь к своим студентам, которые сейчас задумываются о том, что вот им тяжело, им тяжело, вам тяжело, когда люди за 15, за 12 долларов в час работали, и найти 30 часов в неделю было за счастье. Когда люди жили по 5, по 6 человек в одной, пусть и большой, комнате, когда люди питались в действительности, с флементоном, потому что они не могли себе позволить хорошую пищу, взятую, ну, дорогие цены. Вот тогда было тяжело, а вам, дорогие друзья, не тяжело. Вы разленились, вы слишком хорошо живете, а когда вы вернетесь, вы многое поймете, но только, может быть, будет уже поздно. поздно. Спасибо.